Пока идет техническая экспертиза. Нам точную причину сказать не могут. Сейчас представители Мининформ политики Республики и фирмы-разработчика проводят экспертизу и техническое обследование, почему произошел сбой, почему замедлилась. После технической экспертизы, наверное, мы дополнительно комментарии дадим. А еще говорят, что в двух школах кабель какой-то перерезали. Да, не совсем так. В гимназии номер 2 и гимназии номер 4 отключилась электроэнергия из-за аварии на подстанции в Ленинском районе. То есть это тоже был форс-мажор, непредусмотренная ситуация. Тогда администрация школ города вместе с управлением образования города Чебоксары приняли решение перебросить родителей в другие школы, в соседние школы. Но тут, конечно, тоже фактор времени сыграл свою роль. Они, скажем, получили неравные права с остальными родителями, у которых, скажем, уже система начала работать. Поэтому сейчас мы совместно с администрацией города Чебоксары для этих родителей, там около 80 заявлений, ищем дополнительные возможности. У нас в заявочной кампании не очень-то активно сработали родители и Бресинского района, Порецкий район, Цивильский район, Ядринский район. То есть мы сейчас будем проводить консультации с администрациями этих муниципалитетов. И если у них в муниципалитетах нет желающих, значит, вот эти квоты мы перебрасываем на город Чебоксары. Средства у города Чебоксары есть на приобретение путевок. Таким образом, будем решать как раз проблему тех родителей, которые пострадали из-за сбоя системы и из-за отключения электричества. Ну вот еще говорят, что даже если там, допустим, выбрана квота, заявления все равно будут принимать. Возможно, кому-то там путевка каким-то образом дойдет. Прошлогодняя практика показала, что часть родителей, которые, хотя и заявились предварительно в заявочной кампании, те или иные лагеря, но по ходу, скажем, приближения этой смены они отказывались от путевок всего разных обстоятельств. Да, там семейные обстоятельства появляются, в отпуск уезжают, ну, много причин на то. Поэтому и в прошлом году, и в этом году у нас есть система резерва. То есть родитель отказывается от путевки, значит, сразу открывается место, это свободная вакансия, место открывается, и сразу из резерва автоматически человек переходит на уже постоянный список. Такая система будет работать и в этом году. А куда вот должны обращаться-то родители? Сейчас родители должны обращаться по всем вот отказным путевкам управления образованием города Чебоксары. Там они следят за программой, но записываться они будут все равно через школы свои. Через операторов. Помня о том, что у нас заявочная кампания продолжится до 31 мая, я советую родителям частенько заходить в школу к операторам. Операторы постоянно действующие. Понятно, что там не будет такого количества операторов, как было в субботу. Потому что в субботу у нас работало более 500 операторов, допустим, по городу Чебоксары, в зависимости от количества школьников. Сейчас, конечно, один или два оператора только будут сидеть, таких дежурных операторов. Но, тем не менее, родители могут постоянно интересоваться, не открылась ли вакансия на путевку в желаемый лагерь, нет ли там, скажем, свободных путевок, и таким образом переходить из резерва в постоянный список. А вообще, в целом, по республике, не беря город Чебоксары и Новочебоксарск, более-менее спокойно? Там не было таких происшествий? Нет, ни в других муниципалитетах у нас не было происшествий. Да, операторы наши приняли наш сигнал о сбое программы, при остановке программы. Родители, скажем, родители были проинформированы об этом, и они подождали, и дальше начала программа дальше работать. Таким образом, заявочная кампания продолжилась. Я хочу подчеркнуть, те родители, которые по разным причинам, не по их вине, а по вине организаторов, претерпели неудобства и остались без путевки, мы с ними дополнительно сейчас будем работать. Варианты есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин